Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, мои зрители! Спасибо вам за комментарии, просмотры и обратную связь. Благодарю! Очень приятно! Смотрите, пожалуйста, на моем канале. Часто выставляю регулярно, вернее, тороп прогнозы для каждого знака зодиака на месяц, на неделю, на год. Также есть расклады общие на темы карьеры, работы, отношений. Смотрите, пожалуйста. А сейчас, дорогие наши тельцы, тельцы-победители, на неделе, о которой сейчас будет идти речь, возможно, такое. А мы будем сейчас смотреть тороп прогноз для тельцов на неделю с 30 января этого года по 5 февраля тоже этого года. Так что, тельцы, подумайте, сосредоточьтесь. Сейчас будем смотреть, что посоветую карты тороп... Ой, вылетело что-то, ну пусть будет уже. Сейчас покажу. Нашим тельцам на этой неделе. Неудивительно, сначала высветилась карта победителя, а теперь выскочила с колоды девятка кубков. Это карта удовольствия, наслаждений и исполнения желаний. То есть вы поработаете над чем-то, что-то у вас получится. Вы достигнете исполнения своих желаний. Вы будете довольны всеми сферами жизни. Вы себе скажете, да, я молодец, я постарался, постаралась. И теперь я заслуживаю награды. То есть тут нужно себя побаловать, тельцы. Что-то купить, куда-то поехать, то, что вы любите. Вы заслужили эту награду. То есть вас будет все устраивать. Вот такая карта вылетела нашим тельцам. Дальше на недельки достаем. Надеюсь, так и будет. Королева кубков – это такая, может быть, у вас неделя, может быть, любви к искусству. Мало ли, может, вы посетите театр или еще что-то, какие-то заведения, связанные с искусством. Кинотеатр тоже подходит, кстати. Может быть, эмоциональная неделя. И нужно будет вам проявить на этой неделе доброту и такое, знаете, милосердие. Может быть такое, что кому-то нужна будет помощь. Также рядом с вами, тельцы, это касается и мужчин, и женщин, может быть такая дама, которая очень эмоциональная, которая всегда поддержит, поможет словом, делом. И она вот очень чувствительная дама, добрая, которая вам поможет. Вот она будет на этой неделе вам вот помогать. Вот такая дама может быть рядом с вами встретиться. В общем, неделя такая вот, знаете, эмоциональная. Так, дальше идем, тельцы. Так. Восьмерка кубков. Не зря говорю эмоциональная. Вот такая восьмерочка вылетела. Ой, вылетела, досталась. Это когда, знаете, человек устал эмоционально. И вот вы захотите поменять жизнь и уйти к чему-то другому, новому, пустить что-то новое в свою жизнь. Эмоциональное такое, вот я бы сказала, выгорание. Может быть, что-то долго вас не устраивало, вы переживали по этому поводу. И, наконец-то, вы решите уйти от этих эмоций. Это именно касается эмоций. Может, вам что-то уже эмоционально некомфортно. И вы захотите попрощаться с прошлым и вот разорвать какие-то связи. У каждого могут быть это свои связи. Тут даже нет смысла перечислять, кто с чем. То есть, может быть, пришло время освободиться от сковывающих вас уз и от независимости. Может, кто-то, дети уйдут в свободное плавание, жить отдельно. То есть, тут тоже, может быть, и разговоры эти о независимости. Или отдельно открыть бизнес, были с партнерами, решить и нет. Я буду сам на себя работать, я буду независим. Опять же говорю, у каждого может проиграться по его ситуации. К примеру, может быть, просто миллион. Но суть вы меня поняли. Так, еще, дорогие мои кельцы, вам карта на эту неделю. Ну, отлично. Я всегда говорю по восьмерке, уход в лучшую сторону. То есть, тут старший аркан солнца, это, естественно, успех. Это исполнение чего-то, это признание. Это удача, это замечательная новость. Это радость, это хорошее настроение и удача в любых начинаниях. То есть, если вы решите все-таки уйти от каких-то эмоций, это будет вам только на пользу. Также это может быть новость о детях, кстати. У вас может, знаете, вот вы уйдете, откроется такое вот ясное мышление. Вы начнете понимать четко, что нужно делать. Будете уверены в себе, станете больше уверены в себе. Когда вы обретете вот даже независимость, например. Еще одна карта. Надеюсь, тоже отлично. Нет, не совсем, но, тем не менее, нету плохих карт. Это у нас пятерка мечей. Смотрите внимательно, чтобы на неделе не было вокруг вас каких-то, знаете, интриг, таких манипуляций или даже предательства. То есть, какой-то неприятный поступок может быть в вашу сторону. Но хочу заметить, что по этой карте неприятный поступок можете совершить и вы. Поэтому будьте внимательны, чтобы вот, если будет какой-то такой момент, не доводите до того, чтобы случился какое-то вот нехорошее такое что-то. Держите эмоции, может быть, вот под контролем. И сейчас, мои дорогие тельцы, мы с вами все-таки еще не люблю заканчивать на таких, знаете, вот таких картах, которые вот все-таки пятерка мечей, интриги. Давайте еще на эту. Чего это хоть будет касаться? Ну, все будет хорошо. Могу сказать, касаться это может быть, скорее всего, денег. Туз Пентакли, это самая вот счастливая карта, я достала. То есть, это пятерка, это мелочи жизни, значит. Касаться это может быть, если интриги, манипуляция, предательство, может касаться денег или вот даже чего-то, покупки чего-то. Может, кто-то что-то купит и вам не скажет, или потратит куда-то деньги и не скажет. То есть, это может такого касаться. Но, тем не менее, эта карта говорит о хорошей прибыли, о достатке, о, может быть, да, покупке чего-то дорогого. Так что, я думаю, что вот это вот интриги, манипуляции, это все покроется с лихвой. Все будет хорошо. И, может быть, даже какая-то награда вам. То есть, там премия, повышение зарплаты. Вот в таком духе даже может быть. А сейчас мы вам достанем, дорогие мои тельцы, карту Совет Таро Ангелов на эту неделю. Общий такой совет. Двойка Жезлов. Ну, что тут скажешь? Вы на своем месте. Эта карта говорит о том, что вы на своем месте. Новые партнерства или контракты. То есть, у вас возможны на этой неделе новые проекты, новые партнеры, новые знакомства и тому подобного. И эта карта советует вам продолжайте двигаться вперед. Вот так вот, дорогие наши тельцы. Это был ваш Таро Прогноз на неделю. Общий Таро Прогноз на неделю с 30 января по 5 февраля этого года. Спасибо за ваши просмотры. За ваши лайки. Всего вам хорошего. И до встречи на моем канале.